И снова здравствуйте! В первой части обзора я уже вам рассказал про номер в отеле и завтра. Сейчас мы прогуляемся по территории и посмотрим, что из себя представляет обед. Начнем! Как уже было упомянуто в первой части обзора, мы рассказали о местонахождении отеля, сделали обзор номеров клубного корпуса и посетили завтра. Продолжаем! Начнем с территории. Сразу отметим, что отель Гавайи Ривьера и соседний отель Гавайи Лер Джордин имеют общую территорию. Так что купаться в бассейнах Лер Джордина, пользоваться их лежаками и всей инфраструктурой гости Ривьеры могут беспрепятственно. Пожалуй, за исключением баров. Территория – это самый большой плюс отеля. Сколько бы отзывов о Гавайях мы не читали, какие бы привередливые авторы их ни писали, все сходятся в одном. Территория – шикарная. Для любителей фотосессий, любителей повыкладывать фото в Инстаграм или просто поселфиться, место лучше не придумаешь. Полный восторг. Особенно, когда вспоминаешь, что на родине зима, снег. А здесь все благоухает. Самая разнообразная растительность всех цветов радуги. Светет все, начиная от самых невзрачных кустей. До самых колючих кактусов. Что еще обязательно отмечу? Безупречная чистота и порядок. Множество уборщиков регулярно чистят, моют, подметают, стригут траву, кусты. Территория ухожена на 5 с плюсом. Про бассейны. Бассейны на территории из десяток. Два из них подогреваемые. Один небольшой на территории Ривьеры, другой большой на территории Ле-Джардина. Несколько детских бассейнов с горками, грибками и различными развлекаловками. Кстати, интересен факт, что страна по большей части мусульманская, но в некоторых бассейнах запрещено купаться в Буркини. Если кто не знает, Буркини – это закрытый мусульманский купальник. Помимо бассейнов есть неплохой аквапарк. Не шикарный, конечно, но разнообразить водные процедуры вполне себе подойдет. Есть горки и простенькие, но несколько горок довольно приличные. Дух захватывает. Очень часто в отзывах о различных отелях поднимается вопрос о доступности и количестве лежаков. Можете быть спокойны. Лежаков в достатке. Никому не нужно в 6 часов утра бежать занимать. В какое бы время суток вы не пришли, свободные места всегда есть. Уходя на обед, никто полотенца для Брони на лежаках не оставляет. Надобности в этом нет. По территории отеля курсируют различные заживалы, предлагающие в основном массаж и посещение рыбного ресторана. В целом ребята ненавязчивые, но бывает попадаются отдельные особо настойчивые. Стоимость массажа примерно 15 долларов в час. Касаемо рыбного ресторана. Он находится на территории отеля. Работает по системе комплексного питания. Ресторан платный. Стоимость составляет 15 долларов с человека. В эту стоимость входят суп из морепродуктов, салат, основное блюдо, также с уклоном на рыбу и морепродукт, и десерт. Сами мы туда не ходили, но в целом отзывы положительные. Особенно хвалят суп с морепродуктами. На территории есть несколько баров с разливом различных напитков. Как безалкогольных, так и алкогольных. Пиво неплохое, местное. Наливают из бутылок, которые открывают прямо в вашем присутствии. Но в маленькие стаканчики грамм по 100. Да еще всего по два в одни руки. Крепкий алкоголь сильно разбавлен, наливают мало. Время от времени у бара вспыхивают конфликты между желающими хорошенько подзаправиться и барменами, не дающим это желание осуществить. Если же вас не устраивает дозировка, которую отмеряют в баре, и вам нужна целая бутылка, то можете приобрести за деньги. Недешево. Банка пива стоит 4 доллара. Крепкое спиртное от 7. А то, что поприличнее, от 20 долларов. Имеется также бар с фрешами. Но это за дополнительную плату. Стоимость составляет в районе 3 долларов за стакан. На территории есть также бар с закусками. Он работает между обедом и ужином. Ассортимент. Картошка фри, бургеры, пицца, хот-доги. Ну, раз мы затронули тему питания, плавно переходим к обеду. Отель большой, народу много, но очередей особых нет. Мест хватает всем. Посуды, столовых приборов, достатки. По ассортименту. Супы. Обычно их два. Каждый день меняются. Овощи свежие, солёные, разные салаты. Овощи на пару. Паста. Макароны. Вермишель с курицей. Рис. Картофель. Из горячих блюд. Говядина в соусе. Жареная рыба. Рыба таджи. Говяжьи колбаски. Кюфта. Жарят тут же. Рыба гриль. Говядина гриль. Кура и индейка гриль. Блюдо египетской и восточной кухни экзотика. Очень сильно на любителя. Пицца ручной работы. Весь процесс изготовления происходит на глазах у голодной публики. Готовится тут же, при вас, в печи. Одно из немногих мест, где собираются очереди. Фрукты. Огромный выбор пирожных и выпечки. Вкусно? Сока, содержащий на отметке. Вот, пожалуй, все. В третьей заключительной части обзора мы расскажем про море, пляж, обмен денег, анимацию и ужин. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова